ой всем привет давненько нас не было свои технические сложности дети разбили планшет поэтому приходится снимать на телефон в связи с чем видео мое будет без монтажа так что не обессудьте сегодня у нас 14 января 17 уже года третий день метет метель сильным ветром и нас замело так что не пройти не выйти он у нас там ровничек наш раз мы туда попробуем пробиться понесем воду снегу конечно знатно на него очень сильный ветер вчера трактором чистили дороги но от прочистки дорог ничего не осталось мишка сугробы все белым бело ни дороги ничего ладно пойдем пробовать ползти до коровника на улице кстати не очень холодно примерно минус 4 мишка мое вчера вечером повесил уже дома был некуда пришлось на улицу вывешивать как бы не посорвала сейчас пойду снимать придется дом досушивать все у нас чё папуль понесли воду пробуем коровку надо поить хрюшек тоже давай папу иди впереди меня будешь мне дорогу прокладывать папу сегодня уже с утра ходил где-то наверно минус 30 назад но уже даже следов не осталось вот где более-менее открыто место там поменьше где постройки там конечно барханы были мои грядки кто видел летние видео грядок не видать все мои высокие грядки замело можно было более-менее пройти вот так говорят до завтрашнего утра будет отмести выезжать даже если вечером трактором почистить за ночь опять все сметет как с утра выезжать пока не решили детей надо везти в школу малую я пристроил в садик потому что простите застряла второй раз эти тяжеловато тут у нас как и зимой это наш компот вот компот пушистый вот там это дэйл здесь у нас сейчас пустой загон у нас вот мы открывали хрюшком выгул и ветром намело снегу аж сюда и аж соседний загон не знаю может быть прикрытия выгул надо посмотрим вот ромашка наша стоит зимой когда был сильный мороз и ветра машинчик сильный мороз был когда у нас минус 30 было на прошлой неделе мы на нее одевали папу на лошадины она она стояла в папоне хотелось снять видосик но был не на что вот она стояла в лошадиной такой папоне несколько дней был ей в общем-то тепло когда было минус 30 она такая была тепленькая пить она отказалась сен жует ну раз корову пить отказалась хрюшком хватит этим хрюшком сюда где выгул открыт на улицу мы воду не носим они снег ведет с улицы папа их там с утра уже покормила вот они доедают вот дальше пойдем здесь никого нет здесь сидели хрюшки с кабаном крылись на весну коты здесь маманка с поросятками вот мелезга и кот ну без кота никуда смотрите какие разные поросята вот черная это девочка родилась очень крупная в помете а справа мальчик видите какая огромная разница в поросятах коты и коты и кругом коты плохо видно отражается тут у нас кабанчики и костратики сидят папа им водички пронес попить мы тоже выпускаем обычно на улицу но сейчас пока прикрыли чтобы здесь потеплее чуть-чуть было тут утки утки ну отпустите меня не пускать мне утки немножко кур и наверху тоже кура но этого уже все видели что раз показывала у так выход на улицу открыт но они не особо жаждут там находиться из-за такой метели вот здесь получается у нас всего один выход в этом в этом во втором сарае открытый но и как бы для вентиляции но и утки чтобы погуляли остальные все выходы закрыты это та дверь которую снаружи замело вот отсюда нет не буду открывать мы ее вот здесь вот обшили ковролином была щель мы ее обшили ковролином чтобы щель прикрыть очень казалось это практично удобно это я у своей мамы подсмотрела она так на даче делает если щель она ковролином обшивает если у вас есть старый ковролин тоже пригодится рик садится вот ну что сказать чё нам воды хватило всем хватило попить всем попить хватило сейчас в клетке осталось только долить все сейчас сеть батарейка телефон не лучше для съемок но вообще-то я конечно хотела показать как нас сильно замело да ромаш даже гулять меня сейчас не пускают вообще мы ее выпускаем зимой когда погода хорошая если нет нет она не стала пить если нету ветра и снега мы ее к выпускаем гулять с Владимией там сено она ходит тому что дам у нас беременная о выпила слушай чего 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 еще хочешь папа она еще хочет она выпила а вот еще ведро сейчас я и поставлю о чем я говорил забыла а мы ее крыли 2 июня джерсийским семенем она у нас должна принести середине марта нам телочку мы ждем телочку очень нам бы хотелось вот будет у нас поместно мечтаю о джерсии столько денег конечно у меня нет чтобы купить поэтому будем стараться таким поглотительным сначала 50 процентов джерсий она делать что если будет телочка себя ставит еще покроем будет 75 процентов вот так лет через шесть-семь будет у меня джерсиечка до такой долгосрочный проект все ромаш попила попила осталось пол ведра а давай сюда на уткам налей вот барабанит ее потихоньку нас проверяли все у нас хорошо мы беременны ты уже кормил и уже тебя даже покормили вишка хорошо молодец умница коты пришелец 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 это пришелец это люська люська у нас всего их восемь одна кошка остальные коты чип чип а это черный чип сидят ждут мышей ловит ну конечно таким количеством котов у мышей шансов нет дверку мы здесь завешали этим какого старым одеялом чтобы не сильно дуло потому что у нас в принципе не утепленная там вот если так большие достаточно щели но если поплотнее закрыть сразу щели есть мы повесили одеялко хорошо ей так теперь не дует с этой стороны а на улице у нас очень сильный ветер сильный ветер дорог нет ну вот сел у меня батарейка пришлось у сына поджать телефон могу сказать ребят конечно это это конечно смотрите я проваливаюсь причем я хочу сказать что несколько дней назад были дорожки у нас почищены дорожки но погода решила что хотя в принципе они даже ходили гулять в такую погоду я несколько раз приходя в коробник видел что они даже такую погоду гуляют камера не передает всех вот так в общем то мы и зимуем надеюсь что завтра кончится метель можно будет хотя бы до магазина добраться пешком в такую погоду что и дороги все до магазина тоже в таком же состоянии на подножном корму можно сказать ну ладненько надеюсь было вам интересно задавайте внизу вопросы пишите комментарии все всем пока улетелом а и и и и и